Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. С вами Вячеслав Котляров. В Харькове, 9 часов 43 минуты. 12.03.2020 года. Коротенький ролик решил так записать. Посмотрел только что ролик на канале Германикуса Максимуса. Евгения и я не собираюсь критиковать. Евгений, привет, если вдруг будешь ролик смотреть. Я просто выскажу свой взгляд на увиденное. Значит, вообще большая вероятность, что это не снимали ни на южном, ни на северном полюсе. Это просто компьютерная графика. Сами можете включить. На ютубе, если еще он не удалит. Да, он не удалит, у него единственный ролик. Сидел в программе, рисовал, положил всем, показал. Супер. Дарин 8к демо там. По поводу того, что, Евгений, ты говоришь, что это самолеты летают. Вообще, в интернете этих самолетов можно, даже если бы это настоящие съемки были, видите, там мелькают такие вот как бы пули, бластеры, лазеры. Ну, кто не видит, не успевая нажать. В интернете, вообще, на ютубе можно колоссальное количество найти роликов. Это не самолеты. Просто сесть и поютубить звездный дождь. Вот, видите, все летает. И то, кстати, тоже может быть все графика быть. И небо, что в этом случае, я смотрю, по-моему, просто картонку какую-то нарисовали. Это не оригинальное небо. Что в этом случае. Ну, и знаете, вот спорят. На южном полушарии в одну сторону крутится, на северном другую. Сколько версий. Давайте я просто покажу, что в обыкновенной программе реверсом это все делается легко. Вот одно и то же полушарие, вот в одну сторону крутится. А теперь ставим в обратную сторону проигрывать или вот в другую. Поэтому, какое южное полушарие, какое северное. Просто поменяли в программе, скажем так, этот трек. Они всегда плачут, что звездные треки в разных местах по-разному идут. Ну, в программе поменяли. Да, и не обязательно в программе менять. Я сейчас не буду, наверное, эту тему затрагивать. Ну, коротко скажу, те, кто знают, что определенные континенты перевернуты вертормашками. Вот Южная Америка или Австралия. Там все оно на своих местах, потому что они вертормашками. Вот. Ну, что еще добавить. Самое главное, что мне жалко современных всех исследователей. Это никому конкретно не адресуется. Они слышали от меня, что Антарктиды не существует. Но продолжают про это говорить. Очень забавно выходит. Моя аудитория, 100 тысяч подписчиков, намного грамотнее выходит всех исследователей. Потому что моя аудитория знает, что Антарктиды нет. Со льдами и снегом. Когда показывают Антарктиду, нам показывают Арктику. Это даже как-то жутковато становится. Когда исследователи разных ресурсов, скажем так, продолжают настаивать на наличии Антарктиды. Ее нету, понимаете? Ну, вот я, ладно, к человеку обращусь. Уважаемые человеки, Антарктиды нет. Ее нет. Ее вообще нет. Вот. Хотел сделать короткий ролик. Затянулся. Ну, кто впервые видит этот ролик, вот зайдите на мой канал, рекомендую. Южная Америка. Южной Америки не существует. Исследуем сумчатые животные Южной Америки. Ну, все. Да, с вами был Вячеслав Котляров. Встретимся на Котлярову ФМ прямом эфире. Быть добро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok